всем здравствуйте александр и артём давайте начнем у нас значит напоминаю что дайте вот этот экранчик сразу расшарим раз уж пошла такая такая вот значит ой а тут сейчас секунду вот значит значит напоминаю что у нас идет разговор про такую импровизированную вот под линукс вот как выяснилось люди которые которые все-таки откликнулись и сделали домашние задания как мне кажется некоторые из них достаточно в теме были потому что у меня будут прям вопросы такие вот а почему вы сделали так не так то что мне в голову не пришло вот и напоминаю что речь шла о том чтобы написать какую-то примитивную программу да дорогая я разрешаю это написать какую примитивную программу примите очень интересный быстрый вход буквально интересно кто сейчас быстро войдет буквально были ну ладно значит примитивную программу которая дергает пару тройку системных вызовов вот сама эта программа достаточно простая делают некоторые финт ушами связанные с подменой имени имени файлов таблицы процессов как выяснилось впоследствии неполной подмены сейчас это покажу вот а потом натравить на нее пачку классических инструментов как гдб и стресс возможно слегка не классическими функциями которые может быть кто-то здесь присутствующих не знал потому что они не лежат на первой полке у гдб есть сценарий который можно написать причем этот сценарий но достаточно хитрый чтобы заменять бессмысленные ручные действия вот а у стрейса есть очень удобное свойство инжектора хода ошибки исполнение программы в результате чего можно потестить поведение программы в ошибочных ситуациях даже если окружение внутри которого пасу заботись дорогие трое на решивших задания а у тех кто может быть еще будет нас смотреть я с вашего позволения все таки напишу это решение вот в real life она очень недолго немного времени займет как мне кажется вот заодно посмотрим значит отличие от того что делал я от того что делали вы кстати сказать не всегда эти отличия будут в мою пользу вот между прочим ну вот значит программочку мы решили назвать на нейм значит напоминаю что условия таковы в ней что с разным количеством параметром эта утилита делает разное да значит с без параметров она выводит просто помощь на экран вот с парамет с одним параметром она заменяет имя точно именно на нуны запущенные программы в данном случае mudgerow запустили а если программа в больше параметр больше 1 от перво из них это путь ну так же как и параметр это путь до файла а вот они нет не так если про интер только 1 то это путь до файла а если больше 1 то первое из них это имя которое нужно поставлять таблицу процессов вот а второе третье четверто это ну и так далее это параметры собственно запуска нашей программы Сразу оказалось, что даже если сделать так, как рекомендуется в задании, то программа PS в некоторых случаях умеет добыть вот это старое имя, я так понимаю, это то, что называется команда Shell, поданная Shell, которую подменить нельзя. Ну, нельзя и нельзя. Как минимум, имя Executable в таблице процесса мы подменить можем, этим и занятося. Вот. Значит, где? Вот. Ну что ж, я предлагаю сначала написать хоть какую-нибудь рыбу, которая работает, а потом эту рыбу обмазать выполнением условий. Ну, то есть, что мы делаем? Мы пробуем сначала... Самое главное – это запуск программы. Значит, если у нас один параметр, надо ввести какой-то help, ну, пускай это будет сначала просто help, даже не print. Зачем нам print? А, ну, пускай будет. Usage. Нет, не так, давайте мы его поделим здесь. Чтобы он нам не загармождал код. Что там? Имя программы. Дальше. Что? Путь до выполненной программы или или программы Алиэс, Путь и Аргуменс. Как-то так. Вот кажется, если это Путэс, то это все не нужно. Кажется, как-то так должно быть. Да, и тогда мы здесь сделаем просто... А, print. Тогда бы совершенно нужно. Вот. И тогда мы просто делаем вот так вот. Usage. Аргв нулевое. Нулевое, я скажу. Так. И это аргв. И нам нужно сразу и выйти в общем, выйти к такому. Вот. Сразу скажу, сразу скажу, что делаю я не настолько грамотно, насколько это делает присутствующий здесь Игорь. Я привык к грешным делам по вот старой хакерской привычке возвращать из мейна числовые значения. А вот Игорь заморочился. Сейчас я покажу. Игорь заморочился. Возвратом возвратом правильных значений типа exitFailure. Ну и видимо в этом случае какой-нибудь... А, и все равно exitFail. Считается, что если мы подсказку вывели, то это типа ошибка такая. Ну окей, да. Может быть. может быть. Вот. Вот, кстати сказать, я делаю неправильно, Игорь делает правильно, но я, когда решал задачу, я сделал тоже правильно. Видите, вместо printFail используется fprint, чтобы вывести сообщение об ошибке не на не на стандартный вывод, а на вывод ошибок. Давайте мы сделаем так же, потому что, конечно, это... Значит, почему? Почему так надо делать? Потому что мы помним, что разделение стандартного вывода и стандартного вывода ошибок нужно для того, чтобы какие-то автоматические анализаторы нашего вывода, допустим, нашего утилита, это фильтр, она вводит какие-то данные и выводит какие-то данные. Вот, чтобы данные не перемешивались с диагностикой. Вот, ну вот. Поэтому-то примерно так это и делается у вас. И вот здесь вот, я не знаю, мне почему-то кажется, что надо возвращать не exit-файл, а exit-ок. Но, может быть, может быть, я ошибаюсь. Давайте попробуем смотреть, где он лежит, exit-файл. С длиби он лежит. Давайте попробуем копнуть. не нравится. Капризный, что ли? Она капризный. А, их там две штуки. Угу. И еще один. А, еще туплю. Секунду. О! Нет такой exit-файл. А в каком вот вроде? А, из xss. Вот. Exit-success. Во, спасибо. Она даже его раскрасила. Она по нему знает. Вот. Ну, хотя, возможно, хотя, возможно, правильный здесь exit-файл выдавать. Мало ли что. Я, это зависит от того, как потом все это безобразие рекомендуется использовать. Окей. Значит, если у нас два параметра, что мы должны сделать? Мы должны запустить довольно стандартный довольно стандартный довольно стандартное что? У нас, значит, первый параметр это запускаемый файл. вот такой-то. Давайте его распишем нулем на всякий случай. Мало ли что. Да, и здесь напишем run.pa сравняется argv первое. Вот. А если у нас, значит, их три, то run.pa у нас по заданию это argv второе. Второе. А вот здесь интересно. Значит, да. Теперь, значит, что я обнаружил во всех ваших решениях, и что мне не то, чтобы не нравится, может быть, мой такой злобный хакерский ум слишком злобный, но и в решении Игоря, и в решении Артема, для того, чтобы набрать вот этот объем запускаемых с помощью экзекве запускаемых с помощью экзекве параметров оперантов заводится новый массив размером размером динамическим размером на стеке. Эта идея мне не очень нравится. Я готов выслушать аргументы, почему вы делаете именно так. Идея заводить на стеке массив неизвестного размера упирается в максимальное количество параметров, которые вы можете передать в размер вот сюда в количестве РГЦ. Не то, чтобы это много, подумаешь, 256 каких-нибудь машинных слов на стеке. Но почему-то мне это предстит, мне кажется, что мы можем позволить себе просто перехакать РГВ, подменить в нем подменить в РГВ подменить в нем только второй, естественно. и не париться для вас. Единственное, что у нас в этом случае надо запустить в этом случае надо запустить программу с именем LoonName, а в этом случае надо запустить программу с именем RGV. Поэтому, наверное, нам придется ввести еще один еще один еще один чего. Чарльз-звездочка какой-нибудь RGV2, который будет равняться вот этот самый LoonName и без параметров. Не забываем, что последний параметр должен быть обязан быть null, чтобы те, кто парсит эти параметры, внезапно не ушли читать память, соответствующую окружению нашего процесса. Ну и тогда нам придется еще один ввести Arx. Который, собственно, по умолчанию равен RGV2. Вот. Только это было слово char, а тут какая-то хрень. Вот. Да, значит, если мы так сделаем, что мы будем иметь? Вот здесь нам тогда нужно сказать, что Arx равняется вовсе не RGV2, а RGV2. Вот. Ну и все. Так, разобрались. Что тебе не нравится? RGVC. Где ты видишь RGVC? RGV2. RGV. Шикарно. А, да. Так, значит, с разбором параметры командной строки вроде бы мы разобрались. Вот. Теперь давайте проверим, что этот самый runpath, который мы только что сформировали, он вообще присутствует. Вот. Значит, для этого нам надо, как было сказано, в домашнем задании воспользоваться с аксессом. Да. Pathname mod. Что там с модом? rvx ether либо fok. fok проверяет наличие существования самого файла, а rvx ok проверяет нужный ли он параметр. Мне кажется, что достаточно написать x ok вот соответственно runpath 20 что там их напоминаю, что поскольку это давайте все равно заглянем в этот самый вот сюда чем возвращает access return zero вот, а если не zero то вот да значит if access x ok значит если он вернул низиру значит произошла какая-то ошибка ой остань противно да и мы что делаем return а нам надо еще вывести сообщение об ошибке вот так стимуем так правильно я поступаю давайте смотрим return в смысле первых а она будет а мы хотим возвращать хоть какую-то ошибку ну давайте здесь делаем x самый x значит относительно того что я тут написал определяется unistd да да unistd вот значит относительно того что я здесь написал обратите внимание что это синтаксически валидной конструкции на языке программирования c возможно я опять-таки неправ и для хорошей читаемости так поступать не надо как я сделал но эта конструкция означает буквально следующее в c есть такая штука как выражение с запятой все через дефицит это выражение с запятой равняется последнему последнему значению выражения с запятой то есть вычисляется сначала вот это потом вот это результат этого выражения вот этого это и ретюр это выражение введено для удобства управления циклом for в котором хочется перечислить некоторое количество присваиваний условий в одной части через запятую потому что в цикле for в заголовке там только две точки запятых формально только твой оператор может писаться вот ну и вот вот такая чистая конструкция мне кажется что она читаема но если вы видите в этом некоторые издевательства над семантикой кода то не пишите так вот и у меня вопрос к Игорю Игорь у вас здесь написано вот вот это есть ли у вас сведения что так делать надо или же все-таки можно доверять мануалу в котором написано что либо вот это либо вот это Игорь я конечно не читал мануал там по умолчанию fok в диапазоне перечисления поэтому спокойно можно xok написать но мне показалось что вот такой вариант более наглядный понятно да смысл в том что понятное дело что xok тоже выдаст фейл если файл такого нету меня смутило вот это смотрите либо то либо другое понятное дело что всем более-менее все равно я вам больше того скажу мне кажется что fok это как раз комбинация каких-нибудь а нет это не может быть комбинация масок я как раз в исходниках поглядел там fok это 0 грубо говоря да вот я уже вижу отсюда я и решил что лучше сделать да мало то что хуже не будет на него никто не посмотрит это не бит в отличие от остальных да то есть его с чем не не ор да его ну да в общем понятно вот ну отсюда вывод единственное что да единственное что вы видимо когда это писали тоже заботились о читателе которому явно сказано что мы проверяем здесь и это и это ну вот в мане написано другое и там более того в коде написано тоже так что очевидно что это вот штука ни на что не влияет понятно окей значит так ну и наконец давайте запустим что там у нас экзек ве значит как правильно заметили ну я сделал эквэ чтобы полный путь экзек ве все-таки хотя экзек ве тоже там environment надо передавать ну его нафиг ничего про environment не говорилось экзек ве вот экзек ве вот значит run pass ну как отличное слово run pass как в слове хлеб сделать 4 ошибки чтобы получить пиво вот и это у нас называется arts вот фишка стоит в том что если эта штука вообще запустится то она уже не вернется сюда никогда да экзек по чейну нам запустят нам новый процесс наш и 2 соответственно если она сюда вернулась значит произошла ошибка вот ну в общем мы можем смело говорить перер очень удобно только перер всем еще рекомендую тем кто до нее не дочитался да и return ты сказал return а ты что говоришь о вот поправьте меня если ошибаюсь до тех пор пока мы не пытаемся выполнить всех остальных домашних требований домашнего задания это минимально возможный рекорд при этом вроде бы вроде бы нигде нету дырки в которую которые не проверенные дырки кроме одной но про нее мы сейчас все увидим который нашел артем так господа слушатели есть ли претензии к этому коду что-нибудь я может быть опустил что-нибудь у меня может быть не получилось или я что-то не проверил давайте попробуем скомпилировать что-ли у вас условиях задачи два или более параметра вы только проверили 0.1 правильно спасибо большое так лучше ну 0.0 RGC не может быть равен ни при каких условиях мы можем это отдельно проверить но мне кажется хотя с трейсом наверное можно что-то заинжектить при желании давайте шоу честно я не знаю как я не знаю как это заинтересовать и если нам не хватит времени то мы наверное не будем это сделать вот но тебе не нравится я раш надо включать я же правильно понимаю что ер выбрасывается сразу возвращается дулат ретерн отлично я этого и хотел так спасибо это правильное замечание вот у меня понятное дело это я просто спешкой ошибся я тоже так делал дефолт так ну что дать все-таки пытаемся скомпилирую чё что там у нас было у нас здесь нет джавы то есть я решил что он будет читать стандартного года но зато мы его посмотрели вот она работает давайте попробуем когда вот так вот раз он есть упс а я туплю сначала алиас о пожалуйста вот он рассказал рассказал про это не успел ха-ха-ха не успел а чё у нас примере там лип конечно нас примере с них ну давайте слим о ой не понял чё-то я не доделал так пробуем чё-то я не доделал у меня не она не работает так как надо эти о нет заработала чуть-чуть значит видимо а нет все нормально это видимо видимо риск какие-то с этим связаны хорошо значит 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 похоже на то что если не пытаться выполнить всех всех дополнительных условиях домашнего задания сейчас давайте мы с вами вот что сделаем давайте мы еще посмотрим на решение остальных участников процесса значит с ой а где а вот да значит у нас есть еще артем у нас есть александр правда с александром история такая что александр стал только ксишный файл вот и все вот это интересно интересно значит интересную историю с бдб и всем остальным не не отследил вот так давайте посмотрим на код значит начнем с кода игоря игорь где у нас и вот у нас игорь вот так ну вот тут вот размещение вот здесь вот размещение произвольного массива на стеке это не хорошо и не плохо и мне почему-то мой мой этот самый мой мой моя внутренний человек протестует а так в общем без разницы а вот это копирование параметров и его экзек ве экзек ве все нормально тут вроде все понятно да вот первых кстати вот опять же игорь знает что такое первых я думаю что то что я рассказывал неси много ему открытий жизни принесло вот давайте посмотрим что у Артема мэнси вот Артем значит вынес обе 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 функции функции у нас чек-акцесс это функция и старт-прок это функция это довольно удобно сейчас мы видим почему то у Артем тоже заводят где-то тут заводят массив произвольного размера прямо на стеке вот вот он вот так о пользуется ером красава вот а где у нас вывод а это должно быть функциях тоже пользуется ерун все очень хорошо значит опять же кому я советую люди явно в теме ну значит давайте еще заглянем в отваление Александра раз уж он все-таки решил эту задачу вот парамс и Александр точно так же размещает этот парамс на стеке и копирует туда все вот тут второй экзеквейер вот у меня вопрос опять к Игорю как человеку который больше всего так сказать приложил усилий скажите пожалуйста в чем смытый с крысл объявлять ой или это не к Игорю секунд где ты это видел это к Артему а кто из вас с аистета использовал да значит все таки Игорь а кто это был я туплю признавайтесь кто использовал вместо Интес аисте в работе с Аркце САГВ САГВ никто у меня это самое у меня галлюцинации я точно помню когда разбирал домашку видел еще еще там процент Z было в качестве параметра елки-маталки где же я это видел все ни у кого нет давайте извините я взглянул почного как не может такого быть где же это видел а это было не здесь все я кажется помню это было вот вот Игорь нашел нашел преступника Игорь скажите пожалуйста какой смысл объяснять объявлять вот это массивом а внутрь здесь использовать использовать тип с аисте или это нормально внутри индекс массива считать типом с аисте то есть это перестраховка или вы знаете use case при котором лучше использовать здесь не int а именно с аисте я не знаю а понятно вы просто решили что поскольку это не ну просто это же индекс да это не про размер это про номер обратная ситуация когда вот когда когда кто-то решит что это им а у вас написано и не дай бог они разойдутся в этих самых в в размере там какой-нибудь 64-разрядный арифметик кому-то может стать не очень хорошо не дай бог там поедут эти самые знаки или еще что-то в общем надо почитать конечно документацию но вы сделали это на ощупь окей потому что я на ощупь поставил здесь int конечно ладно все понятно это было приятно так ну что ж тоже нет это был не я вот это был я ну понятное дело что нам нужно сначала тут немножко похимичить вот отчет отчет слово клим давайте написать слово клим что там гдб сценарий гдб сценарий гдб сценарий гдб сценарий в котором нам нужно остановиться только в том случае если утилит запускается несколькими параметами вопрос интересный потому что сейчас мой код который я написал не предполагает что мы будем различать эти две ситуации мы можем сделать три у нас есть три пути путь который изобрел и избрал александр и кажется игорь тоже а может быть и нет давайте сначала нет давайте сначала с александром с александром проще всего его решение наиболее наиболее очевидное он в случае одного параметра вызывает экзекв прямо тут а в случае больше чем один параметр вызывает специальную функцию старт прок догадайтесь что у него в gdb скрипте в скрипте breakpoint вот здесь при этом совершенно очевидно что раз breakpoint вот здесь мы можем мы можем положить мы можем только в этом случае как раз остановить работу и вывести значит давайте посмотрим как сделал александр александр я кстати не знаю как сделал александр в смысле игорь давайте посмотрим как сделал а игорь сделал более более такую как это поле подробно и он сказал что так вот прям на 14 строчки остановим остановим наше выполнение если аркцент больше 2 кажется мне мне кажется что вы могли бы упростить вот этот бракпоинт и сделать бракпоинт на марине потому что к этому моменту аркцент уже известно и rgv уже известно и последний параметр этого тоже известно давайте попробуем это сделать раз уж пошла такая пьянка так вот это мы здесь и так что мы хотим много параметра алиас и сэр я сказал динслеп 3 то есть что я сделал не так а минус минус а конечно Давайте проверим мою гипотезу И в RGC больше 2 Так, так breakpoint сработал Пробуем по-другому А так breakpoint не сработал Вот, так что в нашем gdb скрипте мы можем совершенно смело писать что-то типа что там только в случае print last точка gdb Да, что мы делаем Мы говорим ему ба-ба-ба-ба-бам breakpoint мы if RGC больше 2 Да Сдаем ему команд Что там, какой-нибудь ну print V RGV RGC минус 1 Давайте continue Что там, end run quit Вот что-то в этом духе всего лишь от нас требовалось пробуем это все проверить gdb минус x вот этот самый print last gdb минус-минус args bbb bb noname reserve b slip 3 Так, что я сделал не так? А, естественно, альб сам же придумал дёжский синтаксис Вот, пожалуйста, вот то, что от нас требовалось вывести предпоследний параметр, вот эту самую троечку. Так, значит, мы это сделали, помещаем, от нас требовалось сделать что-то вроде shell скрипта, который все это делает. Вот сюда мы все это просто тупо вставляем. Прекрасно, прекрасно. Осталось только дернуть пару раз стрейс. И на этом решение будет готово. Давайте посмотрим, что у нас. Значит, у Игоря мы, решение Игоря мы видели. Где оно? Вот оно, да. Еще что, args всякие интересные. Ну, короче, все тут понятно. Тут еще continue. Мы тоже сделали continue, все нормально. Значит, решение, решение. О, ой, какой коп. Ну, на МГДБ решение Артема. Не забыл сделать set pagination off. Это такая странная западлянка от ГДБ, которую иногда это pagination включает при больших листингах. Он замирает там, где не должен. И, как мы помним, Артем просто оформил вызов нужной холсты и сделал у него breakpoint. Все оказалось очень просто. Вот, еще инфофрейм себе вывел для красоты. Очевидно, человек тоже почитал, как всем этим пользоваться. А может быть, уже умел. Окей. Вот, к сожалению, Александр не предоставил дальнейшее движение своего. Да, а мы переходим к стрейсу. Мы переходим к стрейсу. Что по стрейсу? По стрейсу ситуация следующая. Я грешным делом написал все возможные ошибки. Понятное дело, это была такая подколка в том смысле, что вот, например, тот же Игорь, это же Игорь, да? Игорь, ничтоже сомневшийся, сделал стрейс на все возможные ошибки. И такую, и сякую, и пятую, и десятую. На вас. Ну, реально, значит, мы стрейсим только аксесс. В этот аксесс мы инжектим ERR. ERR, и этот ERR бывает всевозможный, который, в принципе, бывает, возвращают эти самые ошибки. Вот. В принципе, давайте посмотрим на самом-то деле документацию по аксессу, что он на самом деле умеет возвращать. И действительно, он умеет возвращать довольно большую пачку ошибок. И если мы хотим, чтобы какая-то абстрактная утилита, не наша из десяти строк, да, а абстрактная утилита была проверена на все возможные ситуации, то подход Игоря самый правильный. Он взял просто из документации все ошибки, и сюда их все намазал. Вот. Другое дело, что в нашем случае код так устроен, что эти ошибки не различаются. Но это в нашем случае. Не дай бог, этот код будет развиваться, и ошибки начнут отличаться. Ну, вот здесь вот. Вот здесь вот. Мы будем... Нет, вот здесь. Вот здесь вот. Мы будем проверять этот exit-статус. Вот сюда вот. Вот здесь мы посмотрим. Что возвращает? Так, сенсор. Да? Вот если здесь мы будем... Короче. Подход Игоря самый правильный, но он же самый такой, ну вот... Хотя, конечно же, можно написать, как было цикл форм. Вадь. На шеле. Просто от нас с вами не требовалось программирование на шеле. А так-то я не вижу особых проблем. Да? Давайте попробуем. Так, это решение Игоря. Вот здесь, да? О. Ер. Да, с большим буквами можно. Ер. Ин. Можно скопипастить прямо отсюда. Ну, давайте, ради прикол, просто несколько сделаем. И третью еще. Вэшфолд. Корее. Так. Стрейс. Минус E-Access. Нам, наверное, не нужно. Нам нужно сразу E-Fold. Дам. Ща. Равняется Access. Access. Ер. Равняется доллар Ер. Как его фамилия? Ну, нейм. Алис. Че там? Ну, не знаю. Хоть тот же слеп. Да, хорошо. Bing. Ls. Минус L. На ней. Да? Во. Че тебе не нравится? Че тебе не нравится? А, естественно, ей не нравится. У нее фор не закончился. Да. Ну, как бы, ничего, ничего, ничего не требовалось. Вот такого. Да, это некий бонус лично от меня, потому что я-то привык на шельф программировать с очень давних пор. Да. Артем поступил проще. Он просто выбрал какую-то ошибку к одному, поскольку они все одинаково прорабатываются. И вот затрейсил Access, затрейсил ExeCVet. Там есть еще одна хитрая тема, но, в общем, с этой хитрой темой мы сейчас ответим. Ну, че, пробуем. Давайте мы даже не так. Давайте мы, раз уж у меня тут есть makefile, я вот в makefile. Я прям возьму и напишу makefile. Вот типа run. Run, пускай, сделать no name. И run. Run, скорее, пропишу. Смотрим, че нам навыдавало. Как видите, довольно много выдавало. Вот от GDB вышел, вылез. Давайте мы его только не отсюда запустим, а вот отсюда. Вот. GDB нам нарисовал чего? GDB нам нарисовал О, где-то ошибка. А, ну это ладно. Пропущен оперант. Че, сделали правильно? Да, вроде все правильно. А у нас вроде по условию сначала шел путь к программе, а потом уже все далее. Че, серьезно? Разве так? Да вроде нет. Алис, пора? Программ Алис, да. Спасибо. А я здесь сделал так. Ну, молодец. Хороший вопрос, как я сделал. Я-то как сделал, вот в коде-то как написано. В коде написано, что у нас алис первый параметр, а программ второй, да? Получается, что так. Я что делаю? Я второй параметр заменяю на первый. Слушайте, давайте я не буду переделывать. Очевидно, что я сделал немножко не то же. Ладно. Ну, здесь-то понятно. Вот так это должно выглядеть. Давайте, во-первых, проверим, что это так должно выглядеть. Да. Вас, вас. Окай. Действительно, слушайте. Причем, смотрите, вот почему я говорил, что я несколько недоволен, что никто ведь вот до сего момента никто не не поставил мне на вид, что вот здесь написано вот так, а здесь написано вот так. К примеру. Это прям ужасно. Ну, ладно. Короче, кто-то что-то сделал, работать с работой, отлично. Хотя, конечно, бестолковщина, это не наше, это не наш путь. Ну, окей. Что, Майкран. Ну, вот он их позапускал. Здесь E-Fold. Здесь опять E-Fold. Да что ж ты будешь делать? А вы пример только сегодня загрузили, потому что когда я... Вообще-то вчера, но он потом с утра умер, да-да-да, это правда. А, ну вот я его не видел, только сейчас зашел. Да-да-да, это мы, это вот Игорь меня, значит, все-таки нашел в Телеграме, спросил. Я у него спрашиваю, а что непонятно? Он говорит, непонятно то-то, то-то и то-то. Я начал это переделывать, он говорит, все равно непонятно. Я опять переделал, и на этом да. Но поскольку канал связи, вот кому-то куда-то вкинуть, что, ребята, смотрите, я тут придумал пример. А почему у меня все время E-Fold? Что мне скажут? А, вот, Яну Ян, все нормально. Ну окей. Вот. Примерно такая же история с... Примерно такая же, история с... Экзеквэ. Что там у Экзеквэ? У Экзеквэ, кстати сказать, может быть, сколько угодно результатов, потому что он там минус один и ерно, который ерно оттуда пришел. Поэтому мы ничего не знаем. Вот. Так что пускай будет... Пускай будет... Уберем этот цикл. Пускай тут будет какой-нибудь E-Access или что-нибудь в этом духе. Ну, файл. Воз. А, нет никого, юнофайл. А что, есть. Ну, ладно. А, сейчас. Ну, хотя бы E-P1. Ладно, тут он не умеет. Пускай будет E-P1. Какая разница? Во, во. Так. Что-то я не понимаю. А, это Injection. U-Fold. Это понятно. А вот это непонятно. А, экзеквей, потому что. Экзеквей, нет такой экзеквей. Системный вызов называется экзеквей. А, вот. А вот это уже он. Operation NotPermitted. Вот. Вот. Вот такие дела. И тут бы нам закончить, но выясняется, что Артем обскакал, по крайней мере, нас с Игорем на пивой козе и обнаружил в нашей программе еще один системный вызов, который мы с вами пропустили. Вот. Хотя он совершенно очевидно валялся на поверхности. Это и системный вызов write, с помощью которого мы выводим help и всякое такое. Вот. Его тоже можно, в него тоже можно заинжектить, заинжектить вполне себе ошибку. Давайте мы поглядим, как это сделано. Вот. пожалуйста. Первый попавшийся в write, который мы попытались вызвать, будет The Egyptian здесь. Вот. Что-нибудь такого сорта можно написать. Ну, не знаю. Йом и янг. Смотрим. Вот. Конечно, совершенно дебильное. Write не может вернуть янген. Давайте посмотрим, что может write вернуть. Раз уж пошла такая пьянка. Это не тот райт? Вот этот райт. Еген. Ну, понятно. Он тоже может вернуть кучу всего. Во. Вот мы потестили ситуацию, когда наша программа выводит, точнее, втащили нашей программе ситуацию, когда она пытается вывести, а этот вывод внезапно. ресурс времени недоступен по неважно какой причине. Вот теперь мы с помощью, значит, как минимум двух участников этого всего процесса действительно сделали достаточно объемный, вернее, такой, нарисовали, в какую сторону может происходить тестирование и определение всего интересного, всего, возможно, опасного, и так далее в нашей программе, которая состоит из 24 строк, включая инклюда и все остальное. такие дела. Поскольку на всякие другие интересные штуки типа лдоприлода и прочего волшебного у нас на лекции не хватило времени, я их и здесь не привожу. Вот на этом такой базовый разбор того, что я хотел показать, видимо, заканчивается. Вот, и если у вас есть какие-то вопросы, особенно, если это, а почему я там не сделал того, не сделал сего-то, вот, я, правда, могу всегда ответить, что я забыл, вот, но тем не менее, есть какие-то вопросы, замечания, комментарии, пожалуйста, делайте их прямо сейчас. Юргий, спасибо, есть вопросы к нашим экспертам? Ну, видите, Александр, я не выяснил, что мы тут все немножко эксперты более или менее, я просто, как бы, совсем недавно прочел на эту тему целую лекцию, поэтому мне было удобно это вспомнить. Да, так вопросы. вопросов не последовало, это жалко. Давайте. Может быть. Давайте тогда, да? Можно ли как-то через Стрейс заинжекать ошибку выделения очень большого объема на стеке? Мне кажется, это, да, поскольку это не Сискол, да, выделение объема на стеке, стек ваш, и это делает, это делает исполняющая система Си, то Стрейс тут никак не, никак не, задействуешь. Вот, мне кажется, надо смотреть опции компилятора по как раз защите стека, там может быть такая, может быть такая штука, что слишком много памяти за один раз на стеке не выделять. Вот, потом можно попробовать написать ГДБ скрипт, который бы проверял этот самый объем, потому что там в конце концов, а, нет, нельзя, потому что мы же не знаем, где, мы же никакого калок сами не вызываем, это все, кстати, интересная тема. В общем, как это, простой ответ, нет, с помощью Стрейса это сделать нельзя, вот, а как это сделать по-хорошему, я не знаю. Можно попросить Волгаринт напрячь, он точно все умеет, но Волгаринт это такая беда-анимал, про него надо прям отдельную историю делать. Я-то, как сделать, чтобы не дать себе выделить слишком много памяти на стеке, я не знаю. А, а еще можно стек ограничиться размером. Вот это, наверное, можно сделать, тоже опция компилятора. Но, я сейчас наизусть не вспомню, можно погуглить, какой-нибудь стек сонить. Давай. И это можно прямо из программы сделать, понятно, рлимит вызвать. вот этот самый. Ну, вот. Вот. Видите, нам стоковерфлоу советует тоже ограничивать именно размер стека, а дальше просто сталкиваться с тем, что вы выжили весь стек, хотя не собирались. Для тестовых целей это вполне понятно. есть целых два варианта, оба из них не универсальны. Это в самой программе вызвать рлимит и ограничить при компиляции просто размер стека, тогда вы тоже в какой-то момент вам скажут, что вы не правы. Я попытался ответить на вопрос, полный ответ я не знаю. Еще вопросы? Ну окей, если бы вопросов нету, то видимо на этом эта часть наша с вами заканчивается. Я надеюсь, что здесь присутствующим я что-то новое все-таки рассказал, потому что я чувствую, что люди в общем-то в теле. Вот. По крайней мере, я как человек, который там десятилетиями возился с этими пакетами программами на сей и так далее, освоил GDB-скриптинг и вот эти вот трюки и с трейсом только когда во-первых, узнал про этот самый про error-injection от автора этого error-injection, а во-вторых, когда, значит, готовил соответствующую лекцию. Вот тогда я их начал щупать и осваивать, потому что до этого мне не приходилось боюсь встречаться с применением этих инструментов, хотя вроде бы они как бы достаточно юзабельные, чтобы там их активно применять, просто не все про них знают. Вот. Все тогда, наверное. А, давайте тогда я сделаю вот так, чтобы меня было виднее. Большое пожалуйста, мне было самого интересно в это ввязаться. Да. Ну что ж, тогда, видимо, все. Это замечательно, спасибо. Если мы будем проводить что-нибудь подобное, обязательно вас пригласим. Да, просто поглядите, вот в чем я могу вам помочь и что-нибудь интересное принести, я принесу. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok